Окей. Да. Ну хорошо, что хорошо, что хорошо. Итак, мы с вами в прошлый раз читали первую часть, да, первую часть истории о наложнице из ГИВА. Володя, во-первых, я вас не слышу, а вы можете убрать эту текст? Я сегодня хочу, я объясню, почему я хочу сегодня текст, потому что там много непонятного процесса, я хочу посмотреть, как с ним справляются переводчики. Поэтому я открыл текст, если я возьму бумажный текст тоже. Регина, вы застали? Да, она говорит, что она подключается. Вы мне говорите, что вы меня не слышите, да? Сейчас, секундочку, я попробую. Ну, немножко слабоватенько, да. Угу. Угасно. И, значит, смотрим, что происходит у нас, да. Значит, мы с вами, ну, не дочитали немножко вот 19 главу, да. 19 глава, которая написана, как мы сейчас убедимся, или, по крайней мере, мне так кажется, несколько иначе, другим стилем и вообще другим человеком, или другими людьми, чем остальные две главы. То есть осталась 20-я, 22-я, 21-я глава, а эта книга, книга, судя, заканчивается, и заканчивается этот сюжет замечательный, ужасный. И вот мы сейчас увидим, вероятно, по крайней мере, мне так показалось, что, начиная с 20-й главы, 20-я, 22-я глава написана другими руками, но написана совершенно по-другому. И в ней очень много мест, которые явно писались и переписывались, всякие битвы, и, значит, кто там как погибает в этих битвах, оно там, ну, появляется один и тот же сюжет каждый раз по паре раз, и видно, что, что текст перерабатывался не очень умело, и поэтому его, основательно, затрудно. Но, с другой стороны, там нету никаких вопросов, то есть нет вопроса, что произошло с точки зрения текста, просто это написано очень коряво. И поэтому, а некоторые слова не очень понятны, почему они употреблены, поэтому я включил переводчика здесь, чтобы посмотреть, как с этим справляются переводчики традиционные. Вот, значит, ну вот, значит, мы помним, что мы с вами остановились на том, что... Мы бы не дочитали, да, главу? Чуть-чуть. Ну, мы дочитали до того места, где они там сделали, что хотели, с женщинами. Да, да, да. Как раз вот сейчас мы там обракуемся. Вот здесь. Вот он говорит, вот у меня дочь девица, у него наложницы, я выведу их, смирите их. То есть не смирите нас... Все два облац. Что? До того, вот как она там пала бездыханная, вот до этого... Да, да, это мы все читали, да. Вот, значит, мы находимся вот здесь. Пришла женщина перед появлением зари. Вот, они, значит, познали ее, ругались над ней всю ночь до утра и отпустили ее при появлении зари. Ваишли хуга баалот или каалот га шаха. Вот того гаиша лифнот хабокер. И пришла эта женщина при появлении зари, они тут переводят, перед появлением зари. То есть перед предутреннее время, льфнот хабокер, перед утром. Патиполь петах бейт гаиш. И упала она у входа этого дома, этого человека. Ашер адонеа шам адгаор. В котором господин ее там до света. И вот тут они добавляют и лежало до света. А вот здесь в английском они ничего такого не делают. Тил и два зла. Я думаю, что скорее это стали понимать, что ее господин не выходил, пока не расцветал. И она там продолжала сейчас снаружи. Вояком адонеа стал ее господин Бабокер, Боутру. Вейфтаг длатот габайт, ваец и ла вехат лидарко. И открыл он двери дома и вышел отправляться в путь. Вегины гаиша и лакшо. И вот женщина, это его наложница. Нофелет петахабайт. Хотя написано нофелет, как будто падает она. Сейчас прямо видно падает. Но в Танахе часто это означает, что она лежит. Такого рода форма. Сегодня мы это воспринимаем как причастие настоящего времени. Но там это было как-то иначе. Я несколько раз видел, что нофелет может она сейчас лежит. Значит, она лежит у дверей дома и руки ее на пороге. Вейадега аль-хасав. То есть она держится за порог. И он говорит ей, вставай и пойдем. И нету ответа. Интересно, да, что он не бросается к ней проверить, как она себя чувствует. А он с ней говорит, чтобы она вставала и пошли. Он находится сам в состоянии потрясения. Да, да, бедный, конечно. Хотел уйти, но увидел ее случайно. Ну, это самое. Нет, он как бы... Тут не очень понятно, как понять его поведение там. То есть он, да, в общем-то, видимо, не ожидал ее встретить на пороге. Но раз уж она тут лежит, так вставай и пойдем. Ну, можно, конечно, его всячески порицать за его нехорошее поведение. Но с другой стороны, вот то, что написано. Понятно, что он продолжает бояться за себя и так далее, да. То есть у него ситуация тоже такая-то очень тяжелая. И он реагирует не так, как нам бы хотелось, чтобы было написано в романтическом романе 19 века. Но вместе с тем, мне кажется, что вся эта сцена написана очень правдиво. То есть у меня нету к ней... Да, вот так вот бывает жизнь. Да, вот он выходит, его чуть не убили, он лишился жены. А вдруг она читала, кажется, что он не лишился жены. В общем, это та самая женщина, за которой он там издалека ехал, чтобы возвращать ее домой. Он ее любил. Да, значит, здесь он ей говорит, вставай. Не пытается ей помочь вставить, да. То есть не пытается ее втащить в дом и... Внести в дом и попробовать перевести ее, ну, как помочь ей, да. Да. Он говорит, вставай, пошли. То есть возможно, что после того, как она изнасилована, она потеряла для него свою ценность. Человеческую, женскую и прочее. Возможно, что она нечиста в каком-то смысле. Но в общем, он к ней относится так отстранен в этот момент. Так или иначе. Вот. Но, собственно говоря, она уже мертва. Она уже успела умереть. Интересно, да, тут не описывается момент, когда, что она там пришла домой и стучалась, чтобы ее там пустили, да, или чтобы ей помогли. Этого нет, простая. Заметьте, да. То есть она пришла, упала и все. И вот непонятно, а упала, потому что она умерла уже? Или потому что у нее уже не было вообще никаких сил даже стучаться? Ну, в общем, тут вот так вот. Все очень сурово, да? Вот. Она лежала там, значит, да. Она пришла в этот дом, где ее господин. Но никаких действий не описано, что она пытается себя спасти. Возможно, что у нее нет на это уже никаких сил и желания. Вот. Только руки ее на пороге. Вот это единственная такая деталь, которая здесь дается. Руки ее на пороге. То есть она держится за этот порог, потому что, видимо, вот уже, с которой она пережила, она пытается ухватиться за что-то. И так она умирает. Видите, да? То есть вот здесь вот самые сильные стороны стиля писания, особенно стиля того, что, мне кажется, автором Джей, он не углубляется там в какие-то сложные описания, никогда вообще ничего не описывает. Но он дает несколько таких штрихов, от которых становится как будто все понятно. Ты видишь эту картину очень сильно. Да? То есть понятно, что и внутри этого как будто все понятно. Есть масса вариантов, но они все живые. Это что касается литературы. Ну, а что касается события, то... Если вы переживаете, что была до смерти изнасилована одна женщина, то вас еще ждет 60 с чем-то смертей впереди. Тысяча. Нет, дело не в этом. Дело в том, что просто очень интересно. Как бы вот мы читаем сейчас, ну, ситуацию, которая могла действительно происходить в реальности, или это просто вымыся от художественного? Нет, если вы хотите меня спросить, могла ли такая ситуация происходить в реальности в нашем мире, то я вам хочу с полнейшей уверенностью сказать, что, конечно, не то, что могла, а многократно происходила. И недавно происходила. И во время этих войн происходила. И так далее. Которое мы сейчас наблюдаем с вами через тот или иной фильтр. Вот так вот это. То есть у меня нет никакого сомнения в том, что здесь... Что если тексты Библии... Часто в еврейских текстах, в еврейских библейских текстах, его любят порицать за то, что он жестокий, там, ну, много жестокого. Например, в книге царей описывается, как люди едят своих детей во время голода, во время осады города Шамрона. Да? Вот такие вещи, как бы, люди, которые порицают описание этого, они говорят, мы не хотим об этом знать. Ну да. Мне кажется, как раз наоборот, что это относится к сильным сторонам библейского текста, что он не боится рассказать о вещах, которые происходят в мире, и потому что... Почему он не боится? Потому что в его задачу не входит описание прекрасного мира. У него религиозная задача, и все прекрасное в этом мире связано с нашей верностью Богу. И он не заботится о том, чтобы поберечь своих этих самых читателей. То же самое, скажем, если взять народные сказки, то там тоже, скажем, сборник сказок «Братья Угрима» отличат переработки в оригинале, не адаптированно. Те же самые сказки о Шарле Перо, они такие миленькие. Там тоже самую красную шапочку, возьмите и посмотрите. Там Исян. Там тоже нет такой задачи вдруг описать мир, в котором... Ну, как бы нет задачи усладить читателя приятными событиями. Поэтому у нас представление о жизни искаженное, значит, мы черпаем свое представление из литературы. И когда мы сталкиваемся с какой-нибудь реальностью, то говорим, как же такое может происходить? То есть люди, мне кажется, на самом деле нечестны, потому что такое происходит на каждой войне. И зачастую без всякой войны. Такие чудовищные вещи. Вот, замечательно. В общем, ничего не изменилось за 2000 лет, все прекрасно. Ну, это, конечно, я должен опять вас огорчить, да. В этом плане изменилось, потому что стал... Вот, например, все время уже говорит наш автор или там редактор, в то время не было царя в Израиле, и каждый делал, что хотел, да. А потом, значит, говорит он нам, появился царь, и поэтому это не происходит, да. С моей точки зрения, да, действительно, пока там власть держит ситуацию, то, значит, как бы этого, такой-то и вещей в основном не происходит. Но как только начинается война, или власть слабеет, или что-нибудь еще в таком роде, или революция, например, какая-нибудь прекрасненькая, то, так сказать, мы видим, что наоборот, та вот агрессивная энергия человеческая, ну, можно сказать, мужская, может быть, но, в общем, может быть, и не только мужская, она со страшной силой наверстывает упущенное, да, и вот государство, как орган, орган насилия, люди как бы говорят, вот мы тебе даем право насиловать всех, кто будет насиловать. А то вот просто берет, и все это насилие происходит уже в порядочном виде, но у нас зачастую ничуть не лучше, чем город, который насилует там каких-то гостей, которые пришли, а то, что происходит, что делает государство, там и сям, в общем, не лучше, немножко другой вариант, да. Ну, в общем, это вот мир, который мы видим, не то, чтобы это был по-настоящему реалистически изображенный мир, но в плане вот жестокости он немножечко более реалистичен, чем литература, к которой мы привыкли, скажем так. Но не потому, что мир тогда был лучше или хуже, или у мира есть возможность стать лучше, потому что, мне кажется, что попытки, ну, может быть, у него есть возможность стать лучше, я ничего про это не могу знать, но вот те попытки, которые мы видим в последние 5000 лет истории, то есть время, которое мы видим, в котором мы какую-то видим культуру городскую, цивилизацию, то попытки сделать мир цивилизованным и тем самым хорошим, мне кажется, они полностью провалились. Я помню, что очень многие, очень много говорилось о том, что Германия такая культурная страна, цивилизованная, и вот такой ужас во время второй мировой войны они себе позволили. Но мне кажется, что это тоже очень, ну, не то чтобы лицемерное, но попытка не знать того, что в реальности происходит в жизни, потому что государство всегда очень жестоко. И это еще вопрос, кто больше там уничтожает и страшно себя ведет простые там дикари или цивилизованные люди, когда, значит, они вырываются на... Когда вдруг у них появляется такая замечательная идея, как убить целый народ или что-нибудь там вроде прекрасное, да? Вот. То есть, вот, может быть, наоборот, в каких-то нецивилизованных, не развивших письменность даже в обществах, может быть, там где-то, по крайней мере, так анархисты утверждают, там мелькнули на протяжении истории несколько вариантов, когда люди управляли собой сами, никогда не давали право убивать и насиловать и ограничивать свободу своим властям. И, значит, эти, значит, общины, они существовали, но, к сожалению, они были бессильны, они были слишком уязвимы по отношению к централизованным, военизированным общинам, которые приходили и грабили, и убивали. Получается так, что, как бы, есть два варианта. Потому что создать общество, которое будет заботиться о... ну, там, о том, чтобы каждого выслушали и с каждым поговорили и так далее, а ты можешь сделать общество, которое будет основано на принципе силы, и эти вторые общества, они... в них жить гораздо хуже, но они гораздо сильнее и они легко побеждают те первые общества. И поэтому те первые общества, они из истории выметаются, а сохраняются в такие мощные империи с большей письменностью, которые описывают, какие они герои. Да? Герои, значит, у людей. Вот. То есть, вот... И я бы сказал, так, что наше изучение, почему я все это сейчас здесь говорю, что наша попытка изучения Танаха, она с этим связана. То есть, в принципе, это очень большой документ, огромный, по созданию очень важной религии. Да? То есть, если сказать, что это религия, это иудео-христианская религия, там, иудеизм, и христианство, и значительной степени ислам, они вот были, создавались при помощи вот этого текста. Текст создал систему мышления. Интересно посмотреть, каким образом он это делает. Да? Как он это делает? То есть, мы... Понятно, что в течение многих веков этот текст воспринимался как просто полный идеал всего на свете, и поэтому он еще электролюбе с изумлениями, с содроганием читали строки, вроде, которые мы здесь читаем, а все остальное воспринималось как просто написано, как надо жить, и если будешь так жить, то у тебя все будет хорошо. При том, что было видно, что ничего хорошего. Ни тому, кто так жил, ни тому, кто так не жил. От этого текста тепло никому не остановилось, но вроде так вот такая довольно мощная культура была выстроена. По-своему, лжевая, по-своему, самообманывающая и так далее. Но в данном случае, поскольку эта культура сегодня, я имею в виду христианская в основном культура, ну и еврейская, тоже религиозная культура, они уже потеряли свой авторитет в глазах даже самих себя, может быть, особенно в глазах мира, в глазах истории, да, то стало интересно понять, что это вообще произошло, что это было за эпоха, две с половиной тысячи лет, когда евреи и христиане создавали вот такой способ мышления и как сильно он повлиял на случившееся в европейской культуре онлайндмент вот этот 18 века, когда мир стал отождествлять рациональное с хорошим, да, связанные, например, эти вещи. Вот мы сейчас живем в мире, который переживает кризис вот этого отношения к рациональному как к суперхорошему, да, правильно, то, что разумно. Вот. И одновременно с этим была потеряна огромная, огромная толща какого-то другого опыта, который был до этого. Он был объявлен неправильным, средневековье было описано как ужасное и так далее. Мы здесь вот читаем это текст, и у меня постоянно возникает ощущение параллель со средневековыми европейскими. То есть вот понятно, что история, она повторяется, потому что культуры проходят циклы исчезают и потом появляются новые свежие культуры, которые заодно начинают. И вот то, что происходит здесь, скажем, в Библии, оно возможно происходило до этого в Междуречье, по крайней мере, многие элементы. Вот. А то, что здесь происходит в Библии потом, происходило в Европейском Средневековье. И здесь мы видим определенную точку зрения. Здесь мы не видим какого-то объективного описания того, что реально происходило в истории или в любой другой истории в Танах. Мы видим тексты, которые написаны специально, чтобы создать определенный тип мышления и общества. Например, мы видим, что в Библии почти отсутствуют колдуны. А если присутствуют, то только для того, чтобы их запретить в Торе, надо убивать колдуны, всякие ведуни, ведуны, вся эта культура, которая точно так же уничтожалась в эпоху Возрождения. Нас учили, что это Средневековье, такое плохое, реально. Во время Средневековья там, может быть, в каких-то местах пару ведьм убили, а вот на самом деле реальная охота за ведьмами была во время Возрождения, в эпоху, когда уже начался подъем рационального мышления. Потому что ведьмы, они как бы против рационального мышления, или как бы с другой стороны немножко находятся. Ну и всякие другие вещи. То есть мы видим, что здесь нам описывают мир определенным образом. Хочется понять, каким образом он описан, во-первых, и во-вторых, каким образом это описание влияет на нас сегодня. Потому что у меня такое ощущение, что здесь заложен очень какой-то серьезный поворот, который в культуре, который до сих пор не до осознания. И мы сейчас это посмотрим, то есть сегодня уже не посмотрим, но посмотрим в следующий раз, как это в этом рассказе работает. Вот. И так, значит, он ей говорит, вставай, пойдем. Ответа нет. И положил ее на осла и пошел в свое место. То есть он ее положил уже в качестве трупа на осла. Да, все очень кратко. Во-я-во-эль-бэйто во-я-ках эт-ха-ма-ах-элит и пришел он в свой дом и взял, ну вот слово нож здесь, да? Ма-ах-элит. Ма-ах-элит в Танахе используется только как жертвенный нож. Например, Ма-ах-элит берет Авраам, чтобы принести в жертву Исаака. Да, мы еще видели где-то это слово. Да, это, значит, вот это это металлический, уже металлический нож, который применяется для принесения жертв. А, например, Цепора, когда она совершает обрезание непонятно кому, правда, мушей или одного или сыновьям, она берет кремневой нож. Показывает нам, что тот текст древнее. Да. Да, то есть, по крайней мере, его оригинал гораздо-гораздо древнее. Вот, окей. Итак, значит, он берет это самое Хэлли, поскольку он ведь у нас кто? Левит. Служитель культа. То есть, он фактически священник, он занимается жертвоприношениями. Уже в дальнейшем мы знаем, что священники это потомки Аарона, и они только предвижаются, а левиты они там только пыль стирают с полок. Но в древности мы видим повсюду, что это не так. И во всех книгах, которые следуют за книгой дворин, в книге дворин нет различения между кухенами и левитами, как в их функции те другие кухены. Все левиты, они и есть кухены. И во всей литературе, которая называется датерономический цикл, это семь книг, семи книжек, которые начинаются от книги дворин и дальше Иашуа, Шухтин, это вторая книга, потом две книги этого самого, две книги Шмуэля и две книги и две книги царей и сама книга Датерона. Получается, семь книг. Вот во всем этом цикле нету вот этого разделения на то, что священники это потомки Аарона. То есть, иначе, говорят, пишут левиты, которые с этим не согласны или об этом еще не знали. Да? Вот. Иначе он берет этот самый нож. И схватился за свою наложницу. И рассек ее по членам ее или по костям ее. на 12 кусков. На 12 вот таков. На этих это как бы то, что кусок мяса. Кусок, да. Да. На ишлахэга бехоль гвуль Исраэль. Интересно, почему здесь 12? В принципе, должно быть 11, потому что одно колено это колено Бенемина, как раз, да? Но, тем не менее, здесь применено вот это слово 12. Чтобы подчеркнуть, что у нас 12 колен. В Гая Коль Роэ И было каждый, кто видит это, В Амар Лони Вьетта В Лони Рата Казот Не случалось и не было видно такого Леми Ямин Алот Бны Исраэль Мэрис Мисра Интересно, да? Вот это Леми Это два противоположья. Новая используется. В контексте мы увидим это еще пару раз. Это я что-то не видел в других текстах этого. Леми Ямин Алот Бны Исраэль С тех пор, как поднялись сыновья Израиля из Египта Ад Гайом Газэ Симуллахэн Олега Уцу Вэдобру Симуллахэн Имеется в виду, видимо, обратите внимание Симуллахэн Ну да. Вот это он переводит Обратите внимание, а здесь консайдер. В принципе, здесь как бы вообще-то Симуллахэн Положите Ну вот так, наверное, надо переводить, что положите на это свой, не знаю, сердце, глаза и так далее И, значит, посоветуйтесь и говорите Да? И скажите. Тут, конечно, очень соблазнительно понять, попытаться понять, что означает то, что такого не происходило с момента такого-то, с момента выхода из Египта. Ну, во-первых, нам напоминают тогда еще, видимо, свежую легенду о том, что мы, оказывается, вышли из Египта, а не что-нибудь такое-другое. Вводится при каждом возможном случае вот этот вариант нашего прошлого. Понятно, что у нас даже в Танахе есть по меньшему мере еще одно прошлое, а именно происходим из Авраама, который пришел тогда и поселился и так далее. Вот. Конечно, у людей во времена, когда это писалось в каком-то севом веке, вполне могли быть на памяти еще какие-то другие варианты. Например, мы видим упоминание о том, что колено Ефраима, а вот это все происходит как раз в колене Ефраима, оно происходит от Амалека. Нигде не сказано, что оно от Амалека пошло в Египет. Оно просто происходит от Амалека. Это сказано в песне Дебор. То есть, иначе говоря, мы знаем, что у нас есть даже в писании несколько разных отзвуков разных наших происхождений. Ну и, разумеется, какие-то могли быть еще всякие идеи по этому поводу вне писания, которые не вошли никаким образом. Это одна из вещей. Но почему? Здесь выход из Египта описывается как зарождение нации. То есть, до этого и действительно мы видим, что книга Дворим второзакония, она тоже начинается с выхода из Египта. Она, хотя и называется повторение второзакона, повторение закона, но в ней нету той части, которая описывает ни сотворение мира, ничего, что написано в книге Берешит. Там все начинается с рождением ушей начинается история Израиля. И таким образом он там рождается как народ и, скажем, в 10 заповедях Господь фигурирует как тот, кто вывел народ Израиля из Египта. Не тот, который сотворил мир, как мы захотели сейчас сказать. А тот, кто вывел из Египта, этого никогда не было с народом Израиля. Такого никогда не было. Это, кстати, ответ вам мало. Да, да, я понимаю. Никогда не было, это так ужасно, совсем ужасно, ужасно. Мы сейчас увидим, что когда люди хотят наказать, чтобы больше никогда не было, они совершают гораздо худшее преступление. Вот опять же, как бы это вопрос. Как отвечать на зло? Отвечать на зло чем? Сейчас возьмем и убьем, потеряем своих 60 тысяч и их 25 тысяч убьем. Ну, они не знали, конечно, что так все это будет. Может быть, думали, что будет красивее. Но это то, что происходит. В любом случае, они решили наказать. Дальше, к сожалению, текст будет, ну, как бы, во-первых, он не будет таким красивым, таким точным, литературным. И, во-вторых, он будет очень полосатым. То есть, видно будет, что они, что он, как бы, немножко запутанный в моменты многочисленных редакций. Потому что одни и те же тексты повторяются по паре раз и, в общем, не все всегда понятно. Давайте попробуем с ней немножко начать разбираться. вышли все сыновья Израиля. И собралась община как один человек. То же самое, да, вот этот лимит. Лимит дан в ад бешево аддана бешево в эрис гагил ад. Эль Гошем гамитспа. То, что они встречаются в митспе, это указывает нам на то, что этот текст, оно опирается на какие-то довольно старые вещи. Например, мы не знаем сегодня, где была митспа. В этом тексте упоминается три священных центра. Это митспа, который вот здесь, байтель и тот самый третий. Что его зовут? Гил ад. Что, что? Гил ад. Я не слышу, что вы говорите, Алла. Гил ад. Нет, гил ад это не гил ад это земля, гил ад. Нет, я имею в виду, что не в этой строчке, а вообще в этом рассказе упоминаются три места, куда они приходят, чтобы клясся и так далее. То есть, три их центра легендов. И, в принципе, есть гильгаль, может быть, вы перепутали, а гильгаль, он тоже фигурирует как такой центр, но здесь это у нас шило. Шило, оно в традиции считается тем местом, где находился ковчег завета до того, как он оказался потом в Иерусалиме в основном. Почему? Потому что шило описывается как место действия, начало действия в книге Ишмуэве. Я подозреваю, что, возможно, шило было здесь описано задним числом, но мы пока еще до него не дошли. Вот, например, если вы помните, когда Раша комментирует, куда идет этот самый Левит, то Раша говорит, он идет в шило, потому что он говорит, что я иду в Дом Божий. Но никакого шило не упомянуты, и весьма вероятно, что это какая-то божница в том же самом фраеме, которая не обязательно шила. Ну, как бы то ни было, здесь вот у нас пока что Мицпо. Мицпо находится, интересно вообще, где она находится с точки зрения ее, как бы, нигде не описано, где она стоит. То есть она, в принципе, может находиться даже в колене Игуды, потому что она, один из вариантов, что она находится на запад от Иерусалима. Там есть мечеть, которая называется Небу Самуэль, Самуэль, то есть Нави Шмуэль, ну, и предполагается, что это Шмуэль, он там в Мицпо как раз и находился. Может быть, а может быть и нет. В общем, не очень понятно, где-то находится. находится. У нас, по-моему, она раньше упоминалась где-то со шхемом рядом, Не знаю. Она постоянно упоминается, они постоянно собираются, но логично, конечно, поскольку, в общем-то, центр всех этих событий это Ифрай, то она должна находиться где-нибудь в колене Ифрай. То есть неподалеку от шхемы, где-нибудь там Байтели. Да. Ну, в общем, вот такая Смитсба. Значит, и они там собрались все как единый человек. То есть мы здесь начинаем сразу же слышать высокую речь и вышли все сыновья Израиля, и собралось все общество как один человек. До сих пор этот рассказ был частный о частных лицах. И там язык был, как всегда у источника Джей, очень частный. То есть вообще никакого пафоса. Как он рассказывает про отцов тоже без всякого пафоса, так и там. Здесь у нас внезапно меняется стиль. Да. То есть вдруг все начинает говориться таким высоким, высоким, высоким стилем. Вот. выйдет яцву, пенот гаам, пенот. Ведь они не знаю, как это перевести, они переводят начальники. Но пенот это вообще-то края. Исторожный лидерс, да, пенот. Пенот коль гаам, края всего народа. Видим, это какой-нибудь комментатор нам говорит это. Ну, не буду, я сейчас не очень хочу в предвремя это выяснять. Коль шефте Исраэль, все коленные израильские, биггаль, ам-элхим, когда собирался народ, народ божий, да, арбамы от элев-иш, рагли, шолев-харм. 400 тысяч человек, да, обнажающих меч. И понятно, да, как только появляется эта цифра, 400 тысяч, мы сразу же понимаем, что никто не в курсе о том, сколько на самом деле этих было людей. Это просто такая цифра, типа 40 тысяч человек погибли, умерли в пустыне, 400 человек воевались там против или там за или так далее, где-то. 400 тысяч человек было у медианитян, с которыми воевал Дил ад со своими там 300-ми стами, людьми. Вот, то есть 400 тысяч это просто очень много. Но мы понимаем, мы знаем сегодня, что не было там такого населения, еще много веков не было такого населения земли Израиля. И даже когда это писалось, такого населения еще не было. Там, в каком, 7 веке до новой эры. Вот, значит, то есть мы имеем тут дело с совершенно не историческим текстом, а с таким, значит, политическим текстом, скажем так. Что здесь неправильно? Почему они собрались в таком диком количестве? Потому что они ведь еще не еще не произошло важного, то есть что сейчас важное, который сейчас придет, чтобы ненаменно откажется выдать этих самых этот город. После этого начинать войну. Зачем собираться, ну, даже не 400-ми тысячам, а даже просто, ну, 40-ка тысячам или четырем тысячам, для того, чтобы просто обсудить. то есть, в принципе, для этого собираются эти старцы народные, и они решают, народ, в общем-то, не собирается. Здесь, вот, значит, даже не сказано, что собрались весь народ, потому что, если весь народ собрал, все равно бы 400 тысяч не получилось. Сказано, что собрались начальники народа или края народа, и вот получилось такое. Очень понятно, почему так, услышали, да, венебитяне, воямрубный Исраэль добру эйха негьета раха и сказали сыновья Израиля, скажите, как произошло это зло. Кому они это сказали? Теоретически, они должны были сказать, сыном бениамина, которые там в этих самых династии коленах должны присутствовать. Здесь явно не сказано. Значит, выступает левит, да, то есть у нас суд происходит. Ваян Гаиш Галеви Иш Иша Ганерцах Ганерцах Ваемр Гагив Ата Ашерли Виньямин Бати Анивы Билакши Уфилакши Лалун Ну, понятно, перевод есть. Вая Куму Алай Баалей Хакив А Вая Сову Алай Эд Габайт Лайла Оти Диму Логорок Диму как бы ну вот они перевод намеревались или воображали да, или хотели. Вот. То есть он не говорит, что они хотели его изнасиловать, а он, ну, это неудобно так говорить, что мужчина, что его хотели, но не понимают, что они хотели его убить. Вет Пилакши ину вэтамот. То есть мы сразу же видим, что здесь он некрасивые стороны своего поведения не стал рассказывать, но суть передал того, что произошло. Ва Охэз Дефилакши Ва Анатхэга Я ее взял и рассек. Ва Ашлэхэга Вэхоль Садэ Нахалатэ Сраэль Это интересный здесь термин Садэ Нахалатэ Сраэль то есть поле владения Израэлью. Это, в общем, обычно Нахала это Нахалат Беньямин, Нахалат Ихуда. То есть эти самые Нахалаот это отдельные владения. Владения разных колен, например. А здесь он говорит, что это все владение Израэль. Киасу Зима вновила до Исраэль. Потому что они сделали беззаконное и отвратительное или вот срамное он переводит тут Льюнес Аутраэйч. Ну, зима это вознамеренное зло она вела это подлость. Вероятно. Так надо переводить. То есть они сделали всякое очень нехорошее в Израиле. То есть мы видим, что они находятся под впечатлениями ужасного преступления совершенного и они обязаны каким-то образом на это отреагировать искоренить тех, кто это совершил. И вот вы все сыновья Израиля давайте вы вам говорить и то есть слово и совет сейчас да не должно быть сыном о том надо бомбить азу или не надо бомбить мнение оно заранее известно. И вот здесь тоже значит что мы как весь народ встаем и осуждаем поступок Калина Бениамина и всякие другие вещи. То есть вот здесь мы видим модель идеального общества идеального такого фашистского общества в котором нету разных мнений в котором нехорошо иметь разные мнения. То есть почему здесь такой высокий стиль потому что это не описание даже может воображаемых событий но каких-то человеческих событий а это описание идеального с точки зрения автора общества. Да? Да. То есть мы не видим тут вообще почему они не говорят что собрались там специалисты собрались там князья или там старцы которые обсудили подумали решили нет этого нет вообще не существует существует что вот раз такое случилось теперь надо всех убить да и тот кто подумает что а стоило ли ребята а стоит ли может давайте что-нибудь другое сделаем нет у него нет возможности высказывать то есть я хочу сказать что здесь мы можем посмотреть каким как проектируется общество в литературе да литературным средствами проектируется общество и значит ну как мы всегда видим это общество вернее этот проект он существует до сегодняшнего дня вам их проявлениях понятно мы не можем сказать что обязательно это был величайшее открытие библии вот такой общество совсем нет наверняка такие общества уже существовали до того но просто библия этого текст который нам хорошо знаком который до нас существовал из древних времен большинство других текстов до нас не дошли и он у нас очень сильно подействовал поэтому тут важно посмотреть да вот как это работает восстал весь народ как один человек и сказал не пойдем никто в шатер свой и не возвращаемся никто в дом свой да то есть нечто что абсолютно не похоже ни на какую реальность только уже дойдя на какого-то возраста человеческого можно понять можно понять можно понять что это не соответствует никакой реальность 400 тысяч человек 400 тысяч человек 400 тысяч человек 1000 человек собрались и решили что они возьмут сейчас все разнесут а в дом не пойдут да все мы вот когда начнешь что такое неправильное то значит мы значит о чем тут собственно говоря идет речь тут речь идет о двух преступлениях возможных или может быть об их сочетании одно это нарушение закона постепенности второе это гомосексуализм да то есть нам тут никак ни разу не сообщили в тексте что является сутью преступления говорят что это что это ужасное что-то нехорошее что-то все понимаем что это неправильно вот но значит действительно ли вокруг существует такой совершенно идеальный израиль для ничего похожего никогда не происходило да или где не происходило что-то другого но тоже совершенно отвратительного допустим да в остальных коленах то есть мы здесь видим такую идеализацию народа и идеализацию его в сторону такого единомыслия и послушности определенным каким-то влиянием то есть кто-то значит сказал что это отвратительно и все значит как один говорят да да и значит воякам кольга амки иш и хад ле мор ло нелех ишли ахало никто и мы не пойдем в свой шатер это не значит они жили в шатрах хотя вероятно они в теверина могли жить в шатрах но огель это вообще дом было нас и то и никто не не отклониться в свой дом ассур это не вернуться а отклониться да а а а а а вот эта вещь которую мы сделаем лагив а а а бэго бэго раль значит мы значит лагив а олега бэго раль не очень понятно как это переводить то есть тут видимо на оле должно было быть слово поднимемся да вот тут например они вводят слово пойдем мы пойдем находится видимо в ситуации то есть в ситуации это слово введено здесь и значит она же здесь используется we will go up against by a lot мы пойдем на них по жребию интересно что это жребие он потом ни разу не проявляется что они сильно пошли ну один раз есть попытка каким-то мы пока что не пошли по жребию мы видели эту историю со жребием в начале книги который мы сейчас читаем да когда значит там выясняется спрашивается кто первым пойдет захватывать земли и куда пойдет захватывать господь говорит что и куда первый то что это и куда это сразу показывает что это поле поздний поздний поздняя добавка и здесь это тоже и куда пойдет по жребию и здесь это похоже написано с того же источника что и там или скопировано сначала книги то есть попытка показать войну против бениамина по аналогии с войной против хана не ну той войны в общем историки утверждают что не существовало в истории реальной вот значит ну и соответственно понятно что оба описания они такие тоже нереальные значит ну вот они то решили да и дальше он говорит во лакахну асара анашим ламате лихоль шифте израиль возьмем по десяти человек лимате то есть лимеа 10 человек прошу прощения 10 человек лимеа 10 человек и сотни то есть сто человек из тысячи и тысячи из десяти тысяч то есть начиная десятую часть населения да лакахат цедала ам еще чтобы они принесли сильных приз съестных припасов 10 часть отправляется за едой ласад лива ам леги легива беньямин который пойдет видимо да делать чтобы они пришли в гиву беньяминова здесь нагрева беньяминова кхоль она вела ашер асабы израиль по поводу того ужас который сделали они в израиле да иначе говоря мы все сейчас идем топтать эту самую его гиват беньямин а десятая часть отправляется нас снабжать едой следующая фраза этому несколько противоречит не слишком да вае асэф коль ишесраэль эльха ир кэш эхад хаверим кэш эхад хаверим как как человек один друзьями да то есть видим а здесь вот переводят юнайтед да а тут единодушно но понятно что хаверим это не единодушный и не юнайтед хаверим это как бы друзья то есть они все были видимо воодушевлены это прекрасно задачей наказать город за его плохое поведение вае шлэху шифтэй исраэль анашим бхоль шифтэй беньямин лэмор махара ахазот ашэр нигьета бахэм да послали они во все колено и сказали какое гнусное сделано дело у вас вае ата тнуэд хаанашим бней влеаль ашэр багива вэнамитам вэнив ара раам иисраэль да а теперь выдайте этих людей нехороших которые в гиве и мы значит убьем их и выжжем зло искореним зло из израиля вэло а ву тут вот два займа не знаю что они означают ну в принципе там написано написано в тексте вэло а вау беньямин не надо читать вэло а ву бне беньямин что одно и то же да лишь пола бы коль ахи хэм вне и срэй то есть в общем мне кажется что этот текст должен был быть раньше или он находится он пришел связь другой версии изначале они сказали что они уже готовы уничтожить город а потом на штанем и поэтому они должны запастись ну вооружить едой и так далее они вступают в диалог с беньямином чтобы те их выдали и тогда не нужна никакая война то есть это либо два разных варианта либо они находятся не на своем месте в эсфу в ней в эсфу в ней в ней веньямин минга ге арим и они собрались из городов да то есть городов беньяминовых гагив ата в гигу лацет ламил хамай бне и сра в в в и погду в ней беньямин объем хагу мэгэ арим то есть они пересчитались из этих городов эсрим ва шиша эльф ниш шалев хар двадцать шесть тысяч человек извлекающих меч ну вот израиль пелькинштейн утверждает что во времена давида во все иудеи жилы примерно 20 тысяч человек это значит что извлекающих меч там было максимум честно получается вот это поршу вот здесь значит 26 тысяч человек живут в городах беньямина только эти самые только воин то есть получается сто тысяч человек калина беньямин ну так вот они посчитали левадмия швей агив а кроме помимо живущих в этой гиве которых тоже какое-то количество было ядпагду шевам иот ишбаху то есть видимо живущих в гиве было значит на этих самых шестьсот человек вот интересно что эта цифра шестьсот человек она потом будет играть на роль а семьсот 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 человек отборных бахур выделенных значит как особенных воинов и дальше они продолжают меколь га абхазе шевам иот ишбаху из всего народа было семьсот вы особенных отборных и тер яд ямино это означает левша а да кальзе то есть вы представляете город в как здесь непонятно это что нет нахата сказать что эти семьсот которые были в гиве они были все левшами или что помимо тех которые были в гиве которые было семьсот человек было еще семьсот человек особенных левшей в колене бениамина которые кальзы колы до эдин эль асера было их ти которая бросаясь не как не ошибались ты правде сказать какого расстояния как бы из проще издалека интересующий рассказ время заканчивается он интересен тем что в нем есть некоторая связь с историей давида который побеждает голиафа бросая из проще то есть нам кажется что это почти что невозможно это чудо божественное здесь нам сообщают что семьсот человек то ли из гивы то ли семьсот вообще человек из бениамина они были все левшами что вообще неудобно для противников у нас довольно часто например помните в начале книги там был герой который зарезал мавитянского царя или монетянского потому что он был левша и повесил меч с правой стороны не подозревал и он вошел зарезал а вот то есть как бы но известно вообще из фехтования что против что все фехтование строится на том что противники они симметричны и если один из них левша то у него появляется преимущество потому что он то привык воевать с правшами а правша не привык воевать с левшой и это внезапно неожиданное удар с других сторон вот какая разница левша или правша кидает из прав из проще я не могу сказать думаю что никакой а сколько там нету непосредственного состояния друг против друга но в любом случае интересно другое и я читал одно исследование которое говорит что на самом деле это шауль должен побеждать голиаф таким образом потому что и легче совершать такой подвиг потому что шауль был из бенемитян которые обладают этим волшебным свойством кидать проще из проще метать камень и попадать в время это самое волос кроме того когда начат в конце истории когда он чудовит уже мертвым не мертвый очень уже старый то у него там случается в царстве мор и сообщается что это потому что там не наказаны там последние остатки дома шауля и он их отдает на казнь их казнят и более того их там кладут где-то под солнышко и не хоронят там какая-то темная история не почитаем это очень интересная история но что интересно что мы в конце вот этого рассказа мы увидим что в этом рассказе трагическая судьба постигла не только бенемитян но также гил гил адский город и ваш гил ад который не пришел воевать против бениамина возможно потому что они были родственниками и это сказать задним числом это будет объяснено в этом рассказе потому что женщины вернее девушки из этого города и ваш гил ад они будут использованы потом для того чтобы восстановить колено бениамина когда он все будет перебито ни одной женщины там не останется и вот из этого города я выжгил ад пришли люди и украли эти трупы которые там месяцами лежали разлагались и похоронили я выжгил ази какая-то связь между бенемитянами между домом шауля можно даже я выжгил адам она прослеживается но никогда в тонахи не объясняется и не проявляется только внимательно читая разные рассказы можно вдруг заметить и что это все означает для нас это означает что эти истории каким-то образом происходили может быть не обязательно так как они были описаны если между ними существуют связи которые не находятся в тексте это значит это не совсем литературные историях описаны вещи которые которым предшествовала какая-то реальность событий на царь давид царь шауль его начат родственники всякие там шауля в геладе которые не могут быть которые не могут вытерпеть что по другой стороны реки ордан их какие-то значит люди важные для них остались похороненными и так далее вот я думаю что сегодня закончили как раз у нас здесь стоит абзац мы остановились на двадцать шестнадцать хорошо да хорошо спасибо большое очень интересно это конечно заставляет думать о многом люди не изменились совершенно я думаю что люди изменились я думаю что мы живем в культуре которая начала который положено этой книгой и поэтому очень многое находим очень много находим параллелей но если мы скажем почитали какую совсем другую литературу может показаться что мы бы скорее замечали что все стало другим какие-то вещи действительно они очень даже идут но если до стали люди лучше мне кажется люди нет такого шанса что нет шанса стать лучше да ну конечно даже если учесть что война это не отменяемая часть мира и жизни человеческой я вот например смотрю на то что происходит и вижу что вот без войны что осталось европой нету войн европе и что с ней стало ничего я не могу сказать что стало такое что страшно ужасно